Тишину вечерней молитвы в Ковебеке нарушили выстрелы. Боевики в масках ворвались в мечеть и методично принялись расстреливать верующих. В тот момент, по разным данным, там находились от 40 до 100 человек. Район тут же оцепили. Двоих террористов задержали. Полицейские допускают, что третьему удалось уйти. По предварительным данным погибли 6 человек. 8 получили ранения. Руководство страны и провинции Ковебек были едины. Это теракт. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в своем твиттере назвал поступок подлым. Сегодня канадцы скорбят о тех, кто погиб в результате трусливого нападения в мечети в Ковебеке. Мои мысли с жертвами и их семьями. Эта мечеть уже становилась объектом атаки террористов. В прошлом году здесь оставили у дверей отрезанную свиную голову с запиской. Приятного аппетита. В канадском Ковебеке 6 человек погибли в результате нападения на мечеть. Еще 8 ранены. Местные власти назвали случившиеся терактом. Злоумышленники открыли огонь во время вечерней молитвы. Нападавших удалось задержать. Идет расследование. Егор Киселев с подробностями. Двое в масках ворвались в мечеть, когда там читали вечернюю молитву. С криками «Аллаху Акбар!» неизвестные открыли огонь по прихожанам. В помещении в этот момент находились более 40 человек, в том числе маленькие дети. Один из очевидцев расскажет полиции. Нападавшие успели трижды перезарядить оружие. Мы можем подтвердить, 6 человек погибли. 8 человек доставлены в больницу с серьезными и незначительными травмами. 39 человек ранений не получили. Полиции удалось задержать обоих стрелков. Следователи не исключают, что у нападавших в мечети мог быть еще один сообщник. Квартал, в котором расположен исламский культурный центр, по-прежнему оцеплен. Ситуация находится под контролем. Помещение проверено. Прихожане мечети эвакуированы. Расследование продолжается. На условиях анонимности очевидец, дозвонившийся на радиостанцию, рассказал, что заметил у стрелков местный акцент. И то, что якобы стреляли из автоматов. Атаку на самую большую мечеть Квебека власти квалифицировали как теракт. Первый за последние два года в Канаде. Так совпало, что накануне министр по вопросам эмиграции Канады Ахмед Хусейн заявил, их страна готова предоставить временное убежище переселенцам, которых уже не ждут Соединенные Штаты после указанного президента Дональда Трампа об ограничении на въезд. Мы будем обеспечивать стабильную политику в области эмиграции в Канаде. Мы приветствуем всех, кто спасается от преследования, террора и войны. Квебек сегодня пострадал от терроризма. Трудно поверить, что в таком мирном, красивом городе это могло случиться. Мы все разделяем чувства ужаса. Я хочу отметить работу нашей полиции, наших сотрудников больниц, которые сейчас помогают не только раненым, но и тем, кто получил психологическую травму. Вспышки исламофобии в стране происходили и прежде. Так, служащие и прихожане заявляли об угрозах в свой адрес, а минувшим летом неизвестные подбросили в эту же мечеть отрезанную свиную голову в подарочной упаковке и оставили открытку с подписью «Приятного аппетита». Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал теракт бессмысленным актом насилия. В провинции Квебек приспущены флаги на административных зданиях. Завтра в городе пройдут несколько акций в поддержку мусульманского меньшинства.